Здравствуйте! Новый портрет короля доминирует почти на всех обложках сегодняшних газет, но об этом вы можете подробнее узнать в нашем дополнительном канале о королевской семье. А здесь давайте посмотрим, что сегодня еще пишет пресса. Газета «Таймс» сегодня выходит с материалом о предполагаемых изменениях в программе полового воспитания, согласно которым школам будет рекомендовано избегать обучание детей вопросом гендерной идентичности. Газета «Делиэкспресс» сегодня пишет, что правительственный советник заявил, что Риши Сунак может достичь целевого показателя по чистой миграции консерваторов к всеобщим выборам. Газета «Дели Мэйл» сегодня написала, что министр образования Джиллиан Киган должна представить предложение о запрете полового воспитания детей до пятого класса. «Дели Телеграф» сообщает о призыве министра по делам полиции более активно использовать остановку и досмотр в качестве жизненно важного инструмента в борьбе с преступностью с применением ножей. Об этом позже в выпуске подробнее. На первой полосе тоже представлен первый официальный живописный портрет короля после коронации. Ну, живописный – это слабо сказано. Но об этом тоже поговорим позже. «Новая золотая лихорадка для похудения» – такой заголовок газете «Ай» сегодня опубликован, потому что в ней сообщается о новом исследовании, в котором в очередной раз уже сообщается, что инъекции от ожирения могут снизить риск сердечных приступов и инсультов у людей, даже если им не удается сильно похудеть. Что интересно, что инсульты и риски вот эти начали возникать после совсем других прививок. Но в другом месте газета цитирует бывшего генерального секретаря НАТО Андреаса Фога Рамуссена, который призывает Альянса разоблачить блеф президента России Владимира Путина и использовать оружие, которое базируется в Польше и Румынии, для того, чтобы сбивать российские ракеты. Газета «Гардиан» сообщает, что США предостерегли Грузию от сближения с Москвой после того, как парламент Грузии принял противоречивый российский закон, как они пишут. Газета «Метро» сегодня вышла с материалом о статистике благотворительной организации «Трасл Траст», которая раздала более трех миллионов продуктовых наборов семьям по всей Великобритании. Газета «Файнэншал Таймс» сегодня пишет, что британская горнодобывающая компания «Англоамерикан» планирует остановить попытку поглощения со стороны австралийской компании BHP, разделив себя. Газета «Дейли Мирр» на первой полосе освещает рождение сына у телезвезды Энта МакПартлина и его жены Анны Мэри Корбетт. Газета «Сан» сообщает, что гольфист Рори МакКиллор подал на развод через семь лет после женитьбы на своей жене Эрике Столл. А газета «Дейли Стар» первую полосу посвящает тому, что нация неправильно использовала туалет, согласно словам врача. Об этом тоже поговорим позже в выпуске. Ну, просто придется, я не мог пропустить такой заголовок. Здравствуйте. В итоге, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 15 мая. Давайте посмотрим, что еще сегодня пишет британская пресса. Правительство Англии планирует запретить преподавание сексуального образования детям младше 9 лет. Ну, в мой комментарий, наконец-то. В новых руководствах также будут запрещены обучение детей вопросом гендерной идентичности. Учителя теперь будут обязаны объяснять, что гендерная идеология является спорной. Руководство по отношениям и сексуальному образованию, которое школы должны соблюдать по закону, находится в данный момент на стадии пересмотра. Национальная ассоциация директоров школ выражает обеспокоенность, считая, что этот пересмотр политически мотивирован, и нет никаких доказательств наличия проблемы с неподобающими материалами для учащихся младших классов. Ожидается, что предложения будут объявлены сегодня днем и уточнят, какие именно темы следует преподавать и в каком возрасте. Все больше больницы на ИЧС в Великобритании размещают пациентов в коридорах из-за нехватки мест. Я думаю, многим из вас, кто попадал в британскую больницу, известна вот такая вот картина. Могу сказать, что это приемный покой. То есть вот там сидит какая-нибудь медсестра, где-то это большой коридор, и вот так вот стоят мобильные кровати. Руководство Национальной службы здравоохранения утверждает, что именно так освобождаются машины скорой помощи и спасаются жизни. Но пациенты называют это унизительным. То есть скорая помощь приезжает, выгружает пациента куда попало и уезжает за новым пациентом. Ну, например, Грегори Ноус, которого поместили в коридор в Норфолке и в госпитале, описывает свой опыт как ужасный. Ну, действительно, находиться в больнице в коридоре – это достаточно тяжело. Новая модель такого непрерывного потока, которая позволяет перемещать пациентов из отделений неотложной помощи даже в переполненные палаты, используется уже с 2022 года и применяется в 36 больницах. Хотя эта система позволяет сократить задержки скорых помощи, она также переносит риски внутрь больниц, что вызывает критику. Медицинские специалисты и исследователи выражают обеспокоенность безопасностью и этичностью такой практики. Хочу напомнить, недавно в газетах писали, что вот таким же образом, ожидая врача, умерла женщина из Латвии, которая проживала в Британии уже 20 лет. Просто не дождалась осмотра от врача, когда ее привезли. Ну и еще одна тема, которая может беспокоить этих пациентов – это то, что коридоры, скорее всего, в больницах, я надеюсь, по крайней мере, что они гендерно-нейтральные. А то придется вводить новый гендер. Больной человек такой нейтральный, не женщина, не мужчина, просто больной. И этот гендер придется присваивать принудительно в больницах. Продолжая медицинскую тему, людям с ВИЧ теперь разрешено быть донорами спермы и яйцеклеток. И это позволит однополым парам, где один или оба партнера имеют вирус иммунодефицита человека, иметь детей. Изменения в законодательство в Великобритании обусловлены научными данными, которые подтверждают безопасность такой практики, при условии, что вирусная нагрузка у донора не определяется, и он получает антиретровирусную терапию не менее 6 месяцев. До этого момента только мужчина с ВИЧ мог передавать сперму партнерши. Изменения также отменяют дополнительные расходы на скрининг для однополых женских пар, которые проходят совместное ЭКО, создавая более справедливую систему и уменьшению стигматизации ВИЧ. Минздрав и другие регулирующие органы уже работают над внедрением этих нововведений, чтобы это все заработало в ближайшие месяцы. У вас выявлена ВИЧ-инфекция. Это вирус, вызывающий спид. Это прикол такой. Хотите... Ну и опять же медицинская тема. Рейши Сунак обязался распространить инъекции для похудения, чтобы помочь решить проблемы здоровья наций. Это объявление последовало за прорывными исследованиями, которые показали, что семаглютонит может существенно снизить вероятность сердечного приступа и инсульта. Эксперты утверждают, что это лекарство может быть выдано пациентам, так же как статины или препараты от повышенного давления, и оно уже одобрено под названием Аземпик, а также еще одно название Вегови. Запомните, пожалуйста, эти два названия. В ближайшее время многие будут ими колоться. Ожидается, что преимущества этого препарата растираются дальше с похудения. С исследованием его о эффективности в лечении таких болезней, как болезнь Паркинсона и болезнь почек. Одни преимущества, как оказалось. А теперь давайте перейдем к криминальным новостям. Город Олдхэм на окраине Большого Манчестера, особенно район Кларксфилд, стал печально известен из-за частых криминальных происшествий, таких как стрельба, к примеру, которая транслировалась вот в таком прямом эфире. А также этот район известен наличием метамфетаминовых лабораторий. Я не пойму, если он известен такими лабораториями, куда смотрит полиция. Но, в любом случае, вот этот недавний инцидент, который произошел 7 мая, был заснят в снапчате. Прямо лайф шел, вы видите, там лайки какие-то прыгают и так далее. Мужчина, подойдя к дому, вероятно, какого-то, или конкурента, или еще кого-то, подойдя к дому из домов, постучал в дверь, ему не открыли, после чего он начал стрелять в окна. Никто не пострадал, как пишет пресса, но этот случай вызвал беспокойство среди местных жителей. За последний год было изъято в том районе 78 единиц огнестрельного оружия, и количество стрельбы после этого снизилось. Прямо удивительно. Недавно в рамках расследования, связанного с самодельной метамфетаминовой лабораторией, было арестовано 11 человек. Вот вы видите, как он произвел несколько выстрелов, просто в окно куда-то, потому что ему не открыли дверь, судя по всему, и хвастается своим пистолетом. Скукотища в Манчестере. Это видео я выложу к нам в Телеграм, можете посмотреть его внимательно. Ну а теперь перейдем к полуполитическим новостям. Генерал армии США Рэнди Джордж предостерег Великобританию о необходимости быть полностью готовой к возможному крупномасштабному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что США не смогут восполнить пробелы в оборонных возможностях Великобритании, и британская армия должна быть самодостаточной и самостоятельной в вопросе самообороны. Во время своего визита в Великобританию Джордж отметил важность наличия больших запасов боеприпасов и вооружения, которые будут необходимы для длительных боевых действий. Он подчеркнул, что Великобритания должна прибыть на любой конфликт полностью подготовленной, поскольку будет сложно другой армии обеспечить это, имея в виду армию США. По словам Джорджа, особенно важным являются такие виды оборудования, как ракеты для противовоздушной обороны и устройства для электронной войны, которые необходимы для защиты войск на передовой. Сейчас британская армия находится на минимальном уровне численности за последние 300 лет, что вызывает беспокойство о ее способности справляться с потенциальными угрозами без значительной внешней помощи. Министр полиции Крис Филп призывает увеличить использование полномочий на остановку и обыск подозреваемых в борьбе с преступлениями с использованием ножа. Он считает это важным инструментом, который используется недостаточно часто и призывает полицию применять этот способ решительно, без страха и пристрастия. Филп отмечает, что часто такие преступления с ножом начинаются с несерьезных инцидентов, которые обостряются при наличии ножей в общественных местах. Он подчеркивает важность использования полномочий на остановку и обыск для обеспечения безопасности общества. Филп приветствует усиление мер безопасности и призывает другие полицейские силы следовать примеру Метрополитен Полис в увеличении использования этих полномочий. Хочу напомнить для тех, кто не знает, в Британии запрещено холодное оружие, запрещено огнестрельное оружие. Даже если у вас с собой какие-то ножницы или технический нож, то вам придется доказать, если у вас его обнаружили, придется доказать, что он был вам необходим в кармане. Если вы даже строители носите такой технический строительный нож в кармане, вам придется доказывать, что вы шли на работу или с работы. Так что здесь с этим все серьезно, по крайней мере у мирных граждан. У преступников, как вы понимаете, никаких проблем с ношением оружия нет. Официальный доклад показывает, что реформы визовой системы, которые внедрены министром внутренних дел, могут серьезно снизить количество иностранных студентов, которые остаются работать в Британии с 70 тысяч до 26 тысяч человек. Недавние изменения, включая ограничение возможностей для большинства аспирантов приглашать с собой членов семьи, а также повышение порога зарплаты для виз для высококвалифицированных работников, могут привести к сокращению потока иностранных студентов, а также могут привести к финансовым трудностям в высшем образовании. Рекомендации доклада включают в себя более строгий контроль за агентами по набору студентов и новые требования к университетам. Ну а теперь вернемся к королевскому портрету. Художник-самоучка Джонатан Ео, сын британского политика Тима Ео, известен своими портретами мировых лидеров и знаменитостей, таких как Тони Блэр, Николь Кидман, Идрис Эльба и так далее. И его последним портретом стал официальный портрет короля Чарльза, который вы видели на обложках газет. Это изображение показывает короля в форме Уэльской гвардии и в основном доминируют красные цвета. В своих работах Ео объединяет современные цифровые техники с традиционным живописным стилем. В своей личной жизни он женат на актрисе Шеба Ронни и воспитывает двух дочерей. Вы видели, тут несколько раз уже появлялась эта фотография по техническим причинам. Но в любом случае, я думаю, что вы помните это дерево, это сикамор, вот это дерево, которое было срезано осенью прошлого года. И, наконец-то, были найдены те люди, которые совершили это злодеяние, как это, по крайней мере, представляли нам в прессе. Ну, действительно, зачем они срезали, непонятно. Двое мужчин предстанут перед судом по обведению в умышленном повреждении известнейшего дерева в ущелье Сайкамор. Дэниел Грэм, 38 лет, и Адам Картуэрс, 31-летний, будут осуждены в суде в среду после обвинений в умышленном уничтожении дерева, которое вызвало национальное возмущение. Возле этого дерева очень любили фотографироваться, оно внесено в национальное достояние, там снимались фильмы. Действительно, красивое дерево стояло в ущелье. Оно находилось рядом с валом Гардиана в Нортмунбренде. Было срублено или спилено в сентябре прошлого года. Национальное доверие, владеющее землей, на которой стояло это дерево, надеются, что семена и черенки, которые были обнаружены после этого инцидента, смогут дать новые ростки. И дерево вырастет такое же красивое из этих ростков. А мне все-таки интересно, что их сподвигло спилить это дерево. Ну а сейчас уж извините, но информация от газеты Daily Star. Сегодня они подняли вот такую тему, не то чтобы газета подняла эту тему, это доктор Эван Голдстейн, известный специалист по проблемам заднего прохода. Так и написано в газете. Он утверждает, что многие британцы неправильно ходят в туалет, и это может нанести вред их здоровью. Он предлагает отказаться от использования туалетной бумаги в пользу беды или душа после процесса дефекации, для того чтобы избежать излишнего трения, которое может вызвать раздражение. Основные рекомендации доктора Голдстейна включают в себя избегать длительного чтения на унитазе, так как это может быть вредно. Не переусердствуйте с вытиранием, так как это может вызвать раздражение кожи. И оказывается, использование влажных салфеток тоже не рекомендуется из-за возможных аллергических реакций и раздражений. А если использование туалетной бумаги неизбежно, доктор советует выбирать самую мягкую и доступную бумагу и промокать свой задний проход, а не тереть его. Ну, вот такая британская пресса сегодня. Также этот доктор подчеркнул, что процесс дефекации должен занимать не более одной минуты. Ну, а я, в принципе, понял, почему газета вот это вот напечатала сегодня и почему этот доктор рекомендует не засиживаться в туалете. Все потому, что это вы, читающие новости в туалетах, загадили британские озера. Об этом тоже в последнее время пишет пресса. Так вот, миллионы литров неочищенных сточных вод незаконно сбрасывались в озеро Виндермир после неисправности насосной станции компании United Utilities в феврале этого года. Инцидент длился 10 часов, и компания не сообщала об этом агентству по охране окружающей среды в течение 13 часов. И это не первый случай. Аналогичный инцидент произошел в 2022 году. Причиной послужил сбой в телекоммуникационной сети, что привело к остановке насосов и активации аварийных, сбрасывающих неочищенные сточные воды в озеро. Вода в Индермире страдает от цветения водорослей, вызванного избытком фосфора из сточных вод. Несмотря на усилия компании, загрязнение привело к значительным экологическим проблемам, и это вызвало критику и расследование со стороны общественности и властей. Вот видите, как, оказывается, все связано. Сидение в туалете с очистными сооружениями. Чем дольше сидите, тем больше, извините, отходов попадет в чистую воду Великобритании. Причем тут очистные сооружения. Давайте сделаем мир чище, можно так сказать. Но, кстати, про чистую Британию. Клактонон-Си, расположенный в Эссексе, такой курортный город, был назван худшим морским городом в Великобритании, согласно исследованию, проведенному компанией ВИЧ. Более трех тысяч посетителей оценили более ста морских городов по различным критериям, включая пляжи, достопримечательности, пейзаж и соотношение цены и качества. Клактонон-Си и Скэтгенс отказались на самом дне этого списка. Многие посетители описали Клактонон-Си как грязный и депрессивный город. Некоторые также отметили проблемы с расизмом в этом районе. Несмотря на некоторые положительные отзывы о прекрасных прибрежных садах и фантастическом ежегодном авиашоу, большинство отзывов были негативными. Эти оценки подчеркивают необходимость улучшения инфраструктуры и обслуживания в этих городах для того, чтобы улучшить впечатление посетителей и повысить их привлекательность для туристов. Ну, честно говоря, когда такое печатают в прессе, это так себе комплимент городу. Я не знаю, о чем думает мэр города после таких статей в газетах, но это, по-моему, очень жестко. Ну, а если вы все-таки хотите, чтобы ваш ребенок хорошо отдохнул на чистой воде, предположим, в чистом озере Гарда в Италии, то знайте. Оторвать детей от гаджетов и дать им отдохнуть с пользой можно. В Максатикс Филмс Кэмп технологии служат творчеству детей и их развитию. В этом уникальном кинолагере в Италии на берегу озера Гарда дети от 11 до 17 лет превратят свои мечты в реальность. Они создадут свой фильм от сценария до того, как он попадет на экран. Разовьют в себе лидерские качества и креативность. Присоединяйтесь к этому кинолагерю и позвольте вашему ребенку стать звездой, достигнуть успеха, о котором он мечтает. Получите место в Максатикс Филмс Кэмп сейчас. Поверьте, это изменит жизнь вашего ребенка к лучшему. Я неоднократно работал в этом лагере как педагог и могу вас уверить, там работают лучшие педагоги, собранные со всего мира. Теперь давайте перейдем к прогнозу погоды, после которого я вернусь в студию. Всем бодрого дня, отличного настроения. Давайте взглянем на погоду сегодня. Сегодня дождь еще оставит свое влияние, но только на маленьком пространстве между Йорком и Норвичем. Похоже, эти города решили сделать свою версию сериала «Дождь, который не уходит от нас». Но не переживайте, для остальных регионов в запасе только солнечные объятия. Так что, друзья, настройтесь на лучи солнца и наслаждайтесь этим днем. А теперь внимание, у нас есть классная новость для вас. В воскресенье 19 мая в городе Норхамптон пройдет сольный стендап-концерт Антона Лирника. Антон известен своими выступлениями в дуэте имени Чехова и сейчас радует публику сольной программой. Осталась одна жизнь. Так что, если вы хотите порадовать себя, не пропустите это событие. Ссылка со скидкой уже ждет вас в описании ролика. Всем прекрасного дня и отличного настроения. Пусть смех сопровождает вас весь день. Как же здорово, когда в описании видео находится не только полезная информация со скидками и так далее, но еще и разнообразные ссылочки. Что еще я забыл вам сказать? Я забыл вас порадовать вот этим сюжетом. Бывший премьер-министр в Великобритании Тони Блэйр посвящен в рыцаре компаньоны благороднейшего ордена подвязки. Твою мать! Ну, после такого видео вы точно должны подписаться на наш канал, потому что у нас не только новости, но и немножко шуток. Ну, а все остальное вы знаете. Я встречусь с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл. Субтитры подогнал «Симон»!